Тему с Максимом Гардусом обсудим. Коммуникационный менеджер Разум Буз-Тент. Максим, здравствуйте. Рады вам в эфире Freedom. Здравствуйте. Начну далеко не с самых позитивных новостей. Вот, в свою очередь, российский теневой флот наращивает мощность, несмотря на санкции Запада. Это пишет издание Financial Times со ссылкой на отчет КСЕ. И тут у меня возникает вопрос. Почему же все-таки невозможно прижать российский теневой флот по состоянию на сегодня, уже как ни крути, но третий год полномасштабного вторжения России в Украину? В чем тут самые большие сложности? Отчетливо, между прочим, правильно указывается и на методы, как это преодолеть, и на коллекции общественных организаций, которые этим занимаются. В принципе, руководство Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки предоставляли свои рекомендации, развиваются в частности. Самая большая проблема – это несинхронность санкционной политики в различных странах. То есть, собственно говоря, не секрет, что J7 – это даже не международная организация «Большая семерка». И у них, в принципе, проблема еще также в том, что в США есть большая и сильная институтализация санкционных механизмов. США, как санкционный институт внешней политики, используют десятилетия. То есть, там есть механизмы как введения санкций, так и добавления в них новых и новых субъектов. Отслеживание, информирование об этом и так далее. Для Евросоюза эта вся инфраструктура достаточно новая. По большому счету, она создается на ходу. И она еще не создана. То есть, не во всех странах Европейского Союза, даже если конкретные департаменты, которые отвечают за санкции. Или, если они есть, то они немногочисленны, их правовой статус непонятный и комплектация неполная. Кроме того, на высшем уровне сама синхронизация между Евросоюзом, Великобританией, Канадой, США и Японией также спорадическая. Нет международного санкционного агентства какого-то. И это позволяет России менять юрисдикции, маскировать свои активы, пользуясь тем, что список ограничений в стране А один, в стране Б другой. И он не синхронный. Поэтому они ищут, ищут, ищут и находят периодически эти лазейки для того, чтобы регистрировать и перерегистрировать свои суда. Но дело не только в судах. Также недостаточная координация по борьбе с компаниями судоходными, владельцами этих судов. Также с брокерскими компаниями, скрюинговыми агентствами. И всем прочим, кто предоставляет услуги этому так называемому теневому флоту, который хорошо известен, но недосанкционирован. То есть нужно расширять санкции на инфраструктуру теневого флота, на все те компании, которые его обслуживают. И нужно синхронизировать санкции между всеми участниками процесса. Более подробно, если зачитать из издания Financial Times, что пишут. Так вот они говорят, что Россия сформировала теневой флот из более чем 400 танкеров, чтобы вывозить нефть в обход, введенных западом санкций. Об этом пишут расследователи издания Financial Times. В частности, они выявили схему, в рамках которой «Лукойл» пополнил теневой флот на 25 старых танкеров. Каждый из них приобретался отдельной офшорной компанией, которая принадлежала другой, а то и нескольким фирмам. Управляли кораблями дубайские компании пакистанского предпринимателя, которого британские суды преследуют за обман инвесторов. В общей сложности на 25 танкеров было потрачено более 700 миллионов долларов. Настолько запутано все, и это лишь в очередной раз доказывает, что Российская Федерация зависима от вывоза своей нефти в иные страны. Не так ли? Да, Россия очень зависима от экспорта углеводородов. В целом они составляют около 40-45% федерального бюджета. Там речь идет о всей номенклатуре. В первую очередь нефть, дальше нефтепродукты, дальше жиженый природный газ, газопроводный газ. И в конце концов уголь. Но уголь сейчас практически потерял экспортное значение. И, как справедливо указано в статье, Россия придумывает все новые и новые схемы. То есть никогда не будет последнего списка санкций, который запретит все. Это вечная борьба. Это как пожарная, например, охрана. В городе Икс есть же пожарная служба? Есть. Но само введение пожарной службы не означает, что пожары кончились. Будут возникать новые пожары, нужно будет выезжать и их тушить. Точно так же, как и синхронизация, и некий орган, комиссия, международный агентство по санкциям, который, мы надеемся, что будет все-таки создана группа международная по координации санкций, она будет выявлять текущие схемы, запрещать текущие схемы, и Россия будет искать новые схемы. Потому что, как мы уже сказали, для российского бюджета крайне важно, чтобы экспорт нефти шел. Поэтому нужно усиливать международную координацию в этом направлении, чтобы все вместе запрещали одновременно одно и то же. И еще важный момент. Саудовская Аравия намерена с 1 декабря начать увеличивать добычу нефти на 83 тысячи баррелей каждый месяц, что приведет к длительному периоду понижения цен на это сырье. Об этом сообщает Financial Times. Для России это означает падение доходов в ситуации, когда заложенные в бюджет 25-го года расходы на войну планируются увеличить еще на 22%. И по предварительным расчетам цены на нефть Brent в 2025 году может опуститься до уровня 60 долларов за баррелей. Даже ниже, в то время, как сейчас Brent продается в среднем по 80 долларов. Удар ли это для России в целом, учитывая ее огромнейшие объемы, запасы и добычу? Это, безусловно, будет негативным фактором для федерального бюджета, если нефть упадет ниже про запрогнозированных и заложенных в бюджет показателей. Потому что особых эминсаторов для этого Мурсинин. Но произойдет ли это, зависит от множества факторов, главный из которых политическая стабильность на Ближнем Востоке или, если сказать проще, недопущение большой войны. Поскольку у России на Ближнем Востоке нет особо ни друзей, ни врагов, ее цель – нестабильность. То есть, чем хуже, тем лучше. Поэтому, если начнется большая война там, то это сможет компенсировать трек на снижение цен, которые России крайне не выгодны. Ну, мы помним, как в прошлом году назревал конфликт между Венесуэлой и Гаяной. И тогда все мировое собственство очень сильно навалилось на две страны. И война не произошла. То есть, перфективная венесуэльская и Гаянская нефть с рынка не ушли. Теперь мы видим, назревает новая проблема. Даже там несколько проблем. То есть, это и хуситы в проливе, и израильско-иранское противостояние. Так что, если война не будет допущена, а тренд на увеличение экспорта Саудовской Аравии продолжится, то, безусловно, цены сильно опустятся, и это больно ударит по российской экономике. Насколько заинтересованы способствовать ограничениям Российской Федерации те страны, которые, собственно, сейчас обходят уже существующие санкции и попадают уже под штрафы, которые предусмотрены непосредственно теми, кто эти санкции внедряет? Ну, как раз странные потребители нефти, импортеры, они в снижении цен настроены всегда, поскольку это будет стимулом для экономики Китая и Индии. Они очень зависимы от импорта энергоресурсов, причем всей номенклатуры без исключения, потому что их экономика растет бурными темпами, население растет, у них масштабные проекты по газификации, электрификации сельских районов и так далее, поэтому вот как раз в плане поддержать тренд на снижение, они всегда за. И также, что немаловажно, запасов газа в Российской Федерации на шельфе может хватить на ближайшие 130 лет, а нефти также на морском шельфе на 32 года, по крайней мере, в этом убеждает Минэнерго России. Якобы разведанные запасы нефти в Арктике порядка 17 миллиардов тонн, а газа 85 триллионов кубических метров. То есть, как показывает практика, опять же Россия еще как минимум на следующее столетие остается газовой и бензиновой, условно говоря, бензоколонкой. Но неужто не существует альтернатив, что все-таки, но все зависимые, ну не все, а те, кто благодаря этому теневому флоту получает к себе те или иные энергоресурсы, неужто не существует альтернатив по состоянию на сегодняшний день российским энергоресурсам? Тут же интересный момент. Чем больше санкций вводятся, тем меньше они экспортируют и тем на дольше им хватит запасов. Если они будут экспортировать, когда они экспортировали Европу по 150 миллиардов кубометров в год, срок исчерпания запасов был один. Теперь, когда экспорт в Европу упал до 30 миллиардов, тем же самых запасов хватит на гораздо больший срок. Но тут в чем штука. Самые перспективные месторождения, которые сейчас в России есть, это те, которые требуют очень больших инвестиций и иностранных технологий. Потому что Россия самостоятельно не может выработать морские буровые платформы для таких жестоких атмосферных условий, которые на Северном Ледовитом Океане. Их нужно откуда-то импортировать. Поэтому и речь идет о том, чтобы санкции накладывались не только на сам процесс экспорта из России, но и на фирмы-подрядчики, которые инвестируют в эту добычу. И поэтому борьба на Северном море с проектом Михельсона Арктик-2 такая ожесточенная. В конце концов, китайцы удалось убедить в том, чтобы они не отправляли туда свою платформу. Ну а соответственно, если добыча на Ледовитом Океане будет равна нулю, то этих запасов хватит на вечность, потому что они не будут извлекаться. Альтернатив в мире очень много. Сейчас бурными темпами развивается газовая промышленность в очень большом спектре стран. Это и Катар, который пионер в этом процессе, в Тихоагианском регионе, это Австралия, в Атлантическом регионе, это еще и Нигерия, это еще и Марокко. Я уже заинтересован в этих проектах. В Ливии ситуация для инвестиций сейчас не очень подходящая. В перспективе многие говорят о том, что большие надежды подает Гаяна, и разумеется, один из пионеров этого направления и лидеров ныне, это Соединенные Штаты Америки. Поэтому заместить газ из России на европейском континенте очень легко. Альтернатив множество. Огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Максим Гардус, коммуникационный менеджер «Разумвый стенд» был с нами на прямой связи. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь!